На пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету. «Я думал, что рано об этом говорить, но уже было испытание, положительное, первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю нашего ПК», — заявил Зеленский, но при этом не дал никаких подробностей. По его словам, создание собственной баллистической ракеты говорит о высоком уровне украинских специалистов оборонно-промышленного комплекса. Впрочем, на вооружении украинской армии уже есть баллистические ракеты. Это старые советские комплексы «Точка-У», имеющие дальность всего 120 км и очень ограниченное количество ракет. Кроме того, ВСУ располагают американскими «Атакамс», которые бьют на 300 км. Но «Белый дом» упорно запрещают Киеву применять их по российской территории. Поэтому создание собственной дальнобойной баллистической ракеты в последние годы было приоритетом для украинского ВПК. В отличие от крылатой ракеты, баллистическая на финальном этапе атакует цель почти вертикально и делает это с большой скоростью, оставляя крайне мало шансов для противовоздушной обороны перехватить ее. Такие ракеты могут запускаться с наземных стационарных пусковых или передвижных установок, а также с кораблей, подводных лодок и самолетов. Над созданием собственной баллистики Украина задумалась еще в начале 2000-х годов, в период президентства Виктора Ющенко. Тогда было объявлено о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», который фактически должен был стать аналогом российского «Искандера». Завершить этот проект планировалось в 2012 году, но сроки отодвинулись из-за недостатка финансирования. Проект был внезапно остановлен при президентстве Виктора Януковича в июне 2013. Однако уже спустя три года, в 2016 году, стало известно о возрождении проекта «Сапсан» под экспортом названием «Гром-2». Украина якобы начала создание этого ОТРК по заказу Саудовской Аравии. Если украинская баллистическая ракета окажется достаточно быстрой, мощной и меткой, то под угрозой может оказаться даже Москва. Расстояние от российской столицы до украинской границы составляет примерно 460 километров. Продолжение следует...